Мы вновь встречаемся с удивительным человеком, психологом, антропологом, оккультисткой, гадательницей, эзотериком. Да, хватит там перечислять. И далее по списку Элина Ясаковой. И Элина работает, кроме того, в таллинском такси. И благодаря ей таллинское такси стало брендом не только в Таллине, но и вообще в мире. То есть, скажем так, благодаря нашему каналу оно становится брендом мировым. И сейчас Элина расскажет про удивительные истории, которые с ней происходили, произошли, когда вот она работала в такси. Элина, тебе слово. Вот что, ну, конечно, это клиенты, прежде всего, наверное, да, самые разные. И вот мы ждем от тебя каких-то историй смешных, веселых, необычных. Ну, на самом деле, такая достаточно тяжелая работа. Не каждая женщина может там работать. И, в принципе, не каждый мужчина тоже. Это нужно иметь достаточно серьезную стрессоустойчивость. Вообще, пробовать себя в такси, наверное, не пробовал только ленивый, да, потому что сейчас очень удобно взял приложение, установил, там, зарегистрировался и поехал. Это можно и на своей машине делать, и на арендной, и Яндекс, Болт, там, целая куча возможностей. Плюс, там, тот же самый Талик Такса, Тулика Такса зовут, и предлагают приличные заработки. Но нужно понимать, что это и ночная работа, это работа, когда ты один на один можешь остаться с агрессивным клиентом. Это бывают случаи, когда, например, у меня был парень с кровоточащей рукой мы ехали в аптеку ближайшую, потому что я оценила это, что зашивать не надо, но перепинтовать не мешало бы. Вот, и потом ждала его, и ехали обратно, откуда он приехал. Ну, там быстро, на самом деле, аптекарь, вот это, на-то не смею, помощь оказали первую, то есть надо отдать им должное. Вот, и это плохое настроение, это хорошее настроение, и это, в общем-то, таксист видит весь срез общества. Если, допустим, особенно ты ездишь в премиум-классе, я какое-то время ездила в премиум-классе на Мерседесе, на Чёрдом, вот, то, соответственно, ты видишь и таких состоятельных людей, ну и, соответственно, и саму узналку общества, ты тоже всё это видишь. Вот, поэтому тут, конечно, очень интересно наблюдать, и таксисты делятся на две категории, которым просто на всё пофиг, вот такие флегматичные, очень спокойные люди, и такие, как я, с чувством юмора, которые, в общем-то, всё воспринимают через такую призму позитивного восприятия жизни. Потому что иначе там, ну, недолго задержишься, плюс всё-таки вот это умение быть к людям, воспринимать людей такими, какие они есть, потому что очень, естественно, мы все таксисты общаемся с друг другом в той или иной мере, и очень много вот этого состояния у людей, что я ненавижу людей, да, то есть вот так это всё достало, и я всегда говорю, ну, меняй работу, ну, ты реально мучаешься здесь, да, то есть не будет у тебя всегда хороших клиентов. Тем более сейчас, в пандемии, люди стали больше пить, люди стали более агрессивные, просто из-за того, что тяжёлая ситуация, и материальная, и эмоциональная, и люди заперты по домам, естественно, всё это выплёскивается в негативных каких-то формах. Вот ты можешь сравнивать, да, как раз время до пандемии и во время. Да. Поменялись сильно люди, да? Люди поменялись, да, и это все замечают, агрессии больше. Причём независимо, выпивший ли человек, трезвый ли человек, люди стали более агрессивные. Вот, поэтому они как бы не дают себе права на ошибку, больше претензий, больше наездов и всего остального. Ну, это в общем. Вообще, конечно, я пришла туда, как и многие опять-таки, на время, ну, думаю, поугодика покатаюсь чуть-чуть, проведусь, как-то я всё время в бизнесе была, какие-то руководящие должности, вот, и потом найду себе что-то. А потом как-то, ну, так затягиваю, сейчас уже получается три года почти, и это, конечно... Причём, с кем не поговорить, да, мы тут на полгода хотели, и когда вот мы с ребятами где-то там пересекаемся на заправке, и там рассказываем друг другу историю, что там происходило, насмеёмся там вообще просто до слёз. И потом обязательно у кого-нибудь возникнет такая идея, что вот как отсюда уходить? Мы здесь уже наржались на 10 лет вперёд, да, то есть, как бы, да, смех продлевает жизнь и всё в таком роде. Конечно, да, очень забавная история. И в основном первый вопрос, который задают женщине в такси, это «А вам не страшно?» На самом деле, я могу сказать, что у нас очень воспитанные люди. То есть, на удивление, я когда шла, я, конечно, ну, было такое опасение, то есть, я спрашивала у той фирмы, в которой я работаю, с Одной такси, за что, как там вообще, были какие-то наезды, там женщины катаются, не катаются. И, как сказать, уже давно не было никаких таких вот проблем у нас таксистом. И если были, то если я смотрюсь поближе, то там, в принципе, сам человек проявлял агрессию и как-то, ну, не шёл на контакт и всё в таком роде. Поэтому, в общем-то, да, ну, удивление. Причём даже особенно смешно это выглядит, когда такие подвыпившие мужчины садятся, так как «О, девушка! Ой, а мы тут пьяные! Ой, ну я буду дышать в другую сторону!» То есть, или там с перегаром, когда-то «Ой, как неудобно! А я тут, ой, дышать буду! Можно я окошко прячу?» Хотя там уже просто сел, уже можно топор вешать, но это, вот это, ой, я буду, ой, я там чеснока поела, ещё что-то. То есть, реально забавно и на самом деле приятно, что у нас воспитанные мужчины, независимо от национальности. Вот. И был случай просто вот такой классический, это как в том анекдоте, да, когда мужчина голосует ночью на пустынной дороге, ну, и останавливается машина, там сидит какой-то тоже мужчина, он садится и такой говорит, «А вот вы не боитесь вот так вот на пустынной дороге ночью брать себе у попутчика, а вдруг я маньяк?» Вот поворачивается к нему и говорит, «Знаете, по теории вероятности, два маньяка на пустынной дороге маловероятны». Ну и здесь та же самая ситуация. Я как бы периодически этот анекдот рассказывала, когда мне спрашивала, «А, мне страшно, то-то что, там, мужчины, наверное, пристают». Не пристают. Если ты не ездишь, извините, в шортиках и в таком декольте, если ты занята дорогой и ведёшься как профессионал, то тебе никто не будет приставать. Ну, реально, факт. Они там могут там телефончик, «Я замужем» и всё. И как бы, ну, ну, как бы вот. И ты отвечаешь, что по теории вероятность. Нет, когда начинают говорить, что я могу рассказать этот анекдот. Но, как бы, не все понимают этот анекдот. И был забавный случай. Садится парень такой лет 30, может быть. Ну, может, 35 максимум. Айтишник. Ну, это уже такая отдельная каста людей. И он такой выпивший такой, «О, девушка, покажите, а вам не страшно по ночам ездить?» Четвёртый или пятый раз за вечер я уже такая, «Да не страшно». Он такой, «Ну, признайтесь же, что вам страшно». И я такая, говорю, «А что мне бояться?» Такой, «Ну, мало ли, что я с вами сделаю». Вот тут мне уже стало смешно. Я поворачиваюсь к нему и таким серьёзным лицом говорю, «А мало ли, что я с вами сделаю?» И я смотрю, он так в лице изменился. Такой, «Ой, говорит, нехороший пример привёл. Только, говорит, в лес не везите, пожалуйста». В общем, мы потом всю дорогу так смеялись. То есть я уже не выдержала, я уже серьёзно до лица ушла. Я уже так смеялась. И в общем, в конце концов, он даже, когда уже, я его до адреса довезла, он говорит, «А можно с вами селфи сделать совместное?» Я говорю, «Ну, можно, конечно, но я так предполагаю, этот селфи будет для того, что когда вам будет очень скучно, грустно, одиноко и страшно в этой жизни, вы посмотрите это селфи, вспомните ситуацию, решите, что страшнее быть уже не может. Да, то есть у меня всё ещё хорошо». Не, ну реально, в тот момент надо было видеть его лицо. Он такой, «Только в лес не везите, пожалуйста». То есть, да, на самом деле, такие забавные истории были. Хотя, да, попадаются агрессивные. Было так, что я высаживала прямо с помощью секьюрити. Это было 10 вечера, то есть никакая не ночь. Вот, и я поняла, что он очень пьяный, он не мог назвать адрес, куда ехать. Вот, и я попросила выйти. Он, естественно, ни в какую. Начал что-то как-то руками меня дёргать. И я смотрю, там машина стояла секьюрити. Я вышла, попросила ребят. Было ещё забавно, что он начал сопротивляться, что я его с машины вытаскиваю, там, там уперся. И они такие, его выдергивают, «Еще, еще, давай быстрее, чтобы этот сюжет, он ещё за тобой побежит». Ну, человека переклинило, конечно, бывает. Но это вот за три года единичный такой случай, что… Ну, учитывая, что я всё-таки очень много работала тогда в такси, сейчас, конечно, меньше, потому что учёба, а вот-то другая пошла так прям как-то активно. Если раньше это было так основной работой, то сейчас это работа, которая плачет на учёбу. И, в общем, конечно, да, случаев много забавных. Особенно было забавно, когда… Ну, вот пандемия, люди просто дурели. Дурели от пизделья, дурели от того, что они закрыты. Потому что для многих людей вот это космополитизм, когда они живут в разных странах мира, для них это, в общем-то, естественно, как дышать. И когда они остались здесь, ну, много таких историй трагических, как там бизнес за границей рушился. И, конечно, много всего. Но были забавные истории, когда вот первая неделя пандемии… Первая неделя была вообще мёртвая, потом народ стал выползать. Причём народ напивался. И, а давайте вот вы нас покатаете. Мы будем сзади выпивать. Вот. И… А вы нас будете в красивых местах, значит, останавливать. Мы будем выходить, покурили и дальше поехали. Ну, единственное, чтобы было обязательно это. Никаких там сладких алкогольных напитков, ни шампанского, ни вина. Ничего не хотите крепкое что-то там, виски, водку, что-то, коньяк там, что… Если вдруг прольётся, да, чтобы это могло, ну, выветриться, что не надо там прямо химчистку было бы делать. Потому что ситуация была такая, что вообще в общественном транспорте нельзя, естественно. Но ситуация была такая, что мы просто сидели без работы и даже нельзя было собрать денег на аренду. Вот. И поэтому мы выставляли там таксу 25 евро в час. Кто-то больше, кто-то вообще брал сумму такую вот, как бы целиковую, да, вот за эти деньги я вас буду возить. Слушай, ну 25 евро в час, чтобы с тобой по Таллину… Да, ещё с анекдотами, шутками и прибаутками. Да, и консультированием в случае необходимости, и все районы посмотреть. Ну, тут даже не из района, тут мы ездили просто реально, я же город знаю, да, то есть начиная от Вимс, там реально красивые места на побережье, и заканчивая Палиасара, где вот этот молк, где ты вышел, весь Таллин опять-таки перед тобой, вот эти волны там такие большие. У нас полно красивых мест, где вот можно встать и просто зависнуть, да, от того, какая красота. Вот. И вот такие тоже ситуации были. Или, да, ситуация вообще… Я так смеялась потом. Вимси дом, ну, значит, стучится. Я подъехала, стучится в окно. Ну, я опускаю, он такой… Ксюша говорит, нам тут помойку одну перегнать надо. А я смотрю, сзади у него реально стоит помойка, ну, такая пластиковая, как в частных домах. Я такая, блин, Мерседес в принципе в багажник поместится. Ну, думаю, помойка… Я говорю, она полная. Он такой, ну, да, там полно всего. Я такая, блин, думаю, ну, я вообще не хочу помойку полную тащить. Хотя у меня уже была мысль, что у меня там постилка есть такая, ну, большая клеенка, что если что-то грязное, чтобы застелить в салоне, ну, в багажнике. Вот. Я говорю, ну, говорит, я не знаю, как ты обратно поедешь. Я говорю, в смысле? Я вообще не понимаю, вообще, что от меня хотел. Я такой просто… И он такой, ну, вот эту помойку. Я говорю, какую помойку? Можете еще раз пальцем показать? Ну, вот эту помойку. Я так переклоняюсь чуть дальше. Смотрю, там BMW семерка новая стоит. Они там как бы все упились, и нужно им машину просто перегнать, там, свимся и в райвал. Я говорю, ну, ладно. Чтобы ты села за ружью. Чтобы я села за ружью, То есть, по сути, я накидаю свою машину, отвожу их, и потом на такси до своей машины доезжаю. Ну, мы там в сцене, значит, договорились. Вот. Но самое спешитое было, что когда там, ну, это же вот эти новые машины, это космос, там, так вот пальцем покрутил, звук громче, да, всякие там, камеры сверху, снизу, там, со всех сторон. В общем, да, забавно. И на таких машинах главное после, допустим, особенно какой-нибудь Тойоты, да, они, там, киловатт значительно побольше, и ты педаль нажимаешь, как привык, а скорость там набирает значительно быстрее и выше, да, то есть, вот это вот самое главное, контролируешь, чтобы ты не 200 киловатт, потому что, ну, самое спешитое было, когда на каждом перекрестке, если вдруг рядом с нами остановилась машина, вот эти, которые сбоку, они пускали это сам, и ты говоришь, давай дернемся, у нас водитель профессионал. Ну, естественно, не дергались, но было забавно. Вот, и ну вот такие, перегнать машины было, да, достаточно тоже часто, потому что люди не рассчитывали на то, как они вдруг поведут себя там, выпивали, и это вот основной был, да, ездили в основном, как это не страшно звучит, пандемия, девушки понижены социальной ориентацией, потому что, соответственно, было же, все клубы закрыты, соответственно, понижены социальные ответственности, от ответственности, правильно, а не ориентация, вот, понижены социальные ответственности, и снимала на роддапартаменты, и, соответственно, их туда заказывала, заказывали, естественно, девочек же в хорошее настроение было, и на премиум классе, то есть я бы на Мерседесе подвозила, и было тоже забавно, и наркоманов много ездила, да, потому что, по-любому, нужно было найти, и вот это, как факт, такая вот, некая изманка города, когда спрашивают, там, боишься ли наркоманов, или что, нет, не боюсь, тоже люди, это больные люди, более того, когда ты с ними начинаешь разговаривать нормально, то они очень это ценят, потому что, мы тогда ездили, несмотря на то, что у меня премиум класс, я ездила по всем, и по эконому, и по всем, и по комфорту, и, соответственно, на эконом приезжает, там, за 2 евро, ты везешь, потому что, у тебя нету выбора, вот, и когда, этот, вот, товарищ, который уже практически на дне, вот, он наскреб, там, эти 4 евро, чтобы съездить по-быстрому, там, садиться в хорошую, чистую машину, где хорошо пахнет, кожа на сиденье, и ты еще не строишь вот так вот, что это вообще село, а нормально здороваешься, как с обычным клиентом, и разговариваешь, если там, какую-то тему, он что-то спрашивает, и без вот этого вот, пренебрежения, то реально, я смеялась, что говорю, от наркоманов, чьих получало больше, потому что, это очень ценно для людей, это вот, я тогда, отношения, да, отношения, именно человеческое, потому что, ты не знаешь, какой путь он прошел, вот до этого состояния, и для чего ему это нужно, для чего ему это нужно, потому что, ну вот просто есть вот такое, как прища, да, когда в лондонском метро, мужчина едет, и там двое детей, и они ведут себя безобразно, ну просто отвратительно, рядом сидит их отец, и просто не обращает внимания, просто смотрит в одну точку, и вот эти дети, они просто всех достали, и в конце концов, этот мужчина встает, подходит к отцу, и говорит, ну неужели вы не можете привести своих детей в порядок, что это вообще за безобразие, он поднимает так вот глаза, и говорит, вы знаете, мы едем из больницы, у них только что умерла мать, они еще не могут с этим свыкнуться, ты не знаешь, что произошло у этих людей, да, я уверена, что большинство из них, это там неорганизованность, а какая-то там лень, ну многие вещи, да, падаем зачастую вниз, именно из-за своих каких-то, не самых лучших качеств, да, то есть там, ну с другой стороны, нам очень сложно судить людей, потому что мы не знаем, какого у них было детства, какие у них были родители, какие они несут в себе уже эти программы, потому что когда ты начинаешь вот так вот бекап делать, и рассматриваться там, какие-то истории людей, да, вот они как к психологу приходят, первое, что мы ищем детскую травму, да, чтобы убрать вот эту установку, которую человек получил в детстве, и там бывают такие, ну реально безумные вещи, что ты смотришь на человека и думаешь, боже, как ты выжил вообще в детстве, да, то есть институт, в котором я учусь, вот Ковалева, он всегда говорит, что психологи будут нужны всегда людям, пока у них есть мамы, потому что как это ни странно, ну папы иногда вообще нету, а мамы обычно есть как повсегда, именно вот от мамы, и частично еще и от папы, и бабушки, и дедушки, ну это как следствие, да, ну в общем-то от родителей, от самых, по сути, близких людей, мы получаем все наши травмы, все наши последующие программы, и вся наша жизнь выстраивается до 12 месяцев, от того, как мы отмечаем ребенок. Пожалуйста, вот насчет этого наркомана, допустим, да, вот ты чувствовал, что ты можешь ему помочь? Первое правило, никогда не помогай без запроса. Да. Это самое важное, потому что... Но я тебя спросил о другом, ты чувствовал, что ты можешь помочь ему, что ему можно помочь? Да, я считаю, что людям всем можно помочь, всем реально, людям можно помочь. Просто вопрос в том, хотят ли они сами. Вот скажи, ну хорошо, мы это все знаем, прекрасно. Как ты думаешь, в связи с этим должно ли быть принудительное вообще вот принудительное лечение? Это бесполезно, на самом деле. Пока человек сам не захочет, он не будет это принимать. Ты можешь ему вкладывать все, что угодно, но он это не примет. Если у человека происходят какие-то такие ситуации, что он понимает, что что-то со мной не так, и кто мне может помочь. Тут важно не то, что должна ли быть принудительное. Я считаю, что в школе, в школе обязательно психолог, и именно обязательно часы психологии, где рассказываются такие базовые вещи, но именно базовые, практичные вещи, а не то, что нам там дают в школе. Потому что нам дают в школе реально ерунду психологии. Знания, которые нам не подъявляют никогда уже. Не нужны вообще. И второе, что важно очень, это доступность вот этой помощи. То есть у нас есть там бесплатное, допустим, какое-то метадоновое лечение ты можешь получить, да, а бесплатного психолога у тебя нету. Вот что важно, потому что метадон, он не лечит. У нас есть бесплатный транспорт, который тебя привезет привезет к наркодилеру за дозой, но нет возможности у человека прийти бесплатно к психологу и поговорить и получить помощь. Да, потому что вот этот телефон доверия, да, возможно, он снимет вот эту первичную какую-то вот эту напряженность. Но терапия, она все-таки занимает время. Даже вот ИНВ, вот... А ты знаешь что? Я вот написал в мэрию Таллина, я тебе скажу, да? Я об этом писал уже. Написал, такое предложение дал, тем более во время пандемии. Да. Сделать вот вот всех психологов просто задействовать, дать им зарплату, кабинеты, оплатить аренду и вот пусть они работают. пусть вот бесплатно люди получают помощь. Да. За три года. Было всякое. Вот ты сказала про стрессоустойчивость. Да. Вообще это везде. В работе с людьми стрессоустойчивость на первом месте. Вот разные срезы общества. Вот как себя ведут разные страты этого общества. То есть средства один. Ты видишь все слои в одном слое. Слои. Да. Ну, я не могу сказать какую-то закономеренность, но зачастую вот я могу сказать только за тех, кто ездит в Яндекс, потому что про других я не могу сказать. Но, допустим, тот же самый премиум, да, в экономии я получала чаевых больше, чем премиум. То есть те люди, видимо, как-то умеют считать деньги. Считать, что если он заплатил дороже за хороший автомобиль, то чаевые оставлять не особо надо. Вот. Ну, вообще, я не могу так сказать, что вот прямо что-то лучше, что-то хуже. То есть богатые, жадные, да? Ну, вот мне как-то... А бедные пощедрее будут. Как-то да. Но, может быть, просто те, которые люди пощедрее, да, они, может быть, просто на таллинке на тулике катаются, вот в таком порвается. Очень многие говорят, что самые недовольные клиенты всегда это наши чернокожие соотечественники. И это факт. У меня всегда рейтинг падал вниз. Видимо... Чернокожие соотечественники? Кто это? Жители Эстонии темнокожие. Я боюсь говорить... Чемнокожие это... Афраэстонцы, как бы сказать, да? Потому что, если я скажу, как на школе учили негры, да, то могут еще и закрыть канал. Афраэстонцы? Да. Кто закроет канал? Ну, я не знаю, потому что сейчас это просто... Нельзя это слово сказать, хотя нас учили именно так в школе. То есть из Африки выходцы? Я не могу сказать, что... Скорее всего, да, больше из Африки, потому что у них какое-то такое вот прямо отношение, что мы им всем должны. Я не знаю, с чем это связано. У моей бабушки рабов не было. И у прабабушки тоже. То есть я, в принципе, им ничем не должна. Если... У меня логика такая. Я окей, если вы приехали сюда, ну, значит, вы или специалист, или учитесь, или по каким-то другим причинам. Если вы считаете, что вы равны на... То почему вы так себя ведёте? Ведите себя, как самодостаточные люди? А как они себя ведут? Расскажи, пожалуйста. это всегда очень недовольный вид. Видимо, потому что я, наверное, ещё дверем должна открыть. Это такие претензии, что я, допустим, не понимаю, что они говорят по-английски. Ну, я не обязана здесь вообще по-английски говорить. У нас эстонский язык государственный. И потом они очень тяжело... А у нас эстонский язык... государственный. Вот те, кто выучил эстонский, они теперь этим козыряют. Нет, ну, по сути, да, я должна обслужить клиента, ну, по сути, на эстонском. Я на английском какие-то вещи говорю и понимаю, и всё. Но у них такой акцент, что я не всегда понимаю, ну, что они говорят, да? и поэтому вот есть такие трудности перевода. И потом, допустим, вот у нас не считается, если он посреди дороги забыл деньги, мы возвращаемся обратно и потом едем опять туда, то это будет та же самая стоимость. У нас нету таксометра, который считает по километражу. И когда я как бы не очень довольна, что, ну, подождите, мы туда-сюда катаемся, ну, это же ваши проблемы. То есть там ещё такой скандал, что ты бы, наверное, хотела больше белого мужчину вести? Нет, я хотела бы вести культурного человека в первую очередь, который понимает, что он, ну, естественно, это его проблема, что он забыл деньги. Вернулись домой, мы съездили. Вообще моя задача довести себя до пункта назначения и всё, и до свидания. Не заплатил, вызываю полицию. Полиция очень быстро, кстати, приезжает таксисты, в этом плане защищены. Как быстро? Ну, очень быстро. У меня была ситуация, залил пивом, тоже оглоговорящий. Он встал в позу, 50 евро для него много, я вызвала полицию. Полиция приехала буквально через 5 минут. Ну, он согласился, увидев полицию, он сказал, что я пыталась вымогать с него деньги. Я была в шоке. вот так, как-то наши мне ближе. А у тебя же счётчик там? Нет, там программа. Программа посчитала, сколько километров мы проехали. Ну, сколько от пункта А, пункт Б. Есть программа. Да, есть программа. Там она считает от пункта А, пункт Б. Если я в этот пункт Б еду через раквары, но приезжая в пункт Б, то она считает вот эти вот просто прямую, прямой маршрут. То есть, я могу туда-сюда, клиент забивает 15 раз, там, что там, я могу туда-сюда ездить, но может... Стоня заранее же известна. Стоня заранее, да, она известна заранее, да. И поэтому я ничего не могу, если только клиент сам будет достаточно понятлив и там даст их что-то сверху, потому что мы вернулись с середины пучей. И вот это вот... Но самое смешное, что у меня у коллеги садится темнокожий, значит, тоже парень, и первое, что он говорит, а что у вас ниггеры такие злые? Этот поворачивается к нему. Это я... Ты меня спрашиваешь? Это тебя надо спросить. А он, значит, с Америки, да. Они-то еще друг друга могут вот так вот называть, а могут никак. И вообще он там всю дорогу ему пел рэп, говорит, а вообще самый улетный, да. И как бы на самом деле, а я не могу сказать, что все такие, потому что есть очень хорошие ребята, да, то есть вот есть постоянные клиенты, которых ты периодически возишь. Ну, попадаются они тебе. И я могу сказать, что есть прямо, ну, обалденные просто парни и девчонки, с которыми прям приятно поехать. Они там по-английски могут что-то там сказать, есть которые по-русски хорошо говорят, но вот эта тенденция, вот этой кучки недовольных, которые все должны, я прям не знаю. Вот они прямо весь портит, вот, амплуа вот этих вот, вот этих людей, имидж, да, и в общем, как-то все очень печально. И поэтому, ну, многие и так, ну, против них настроены. Хотя я считаю, что мы все люди и никаких в этом плане проблем не вижу. Но вот это, мне без разницы, кто садится с недовольным лицом. Как ты объясняешь это как психолог? Ну, это вот все-таки, я, это нужно рассматривать в каждой отдельно взятый случай. Возможно, они здесь испытывают какой-то по-расовому признаку притеснения там у соседей, да, еще что-то. Поэтому они, соответственно, на всех белых людей ретранслируют вот это свое понимание, да, через призму вот этого. Возможно, они уже ехали сюда с таким, что вот мы сейчас приедем, нам тут все устроит, а нам тут ничего не устроили, а вы нам должны. Ну, как бы, подождите. Ну, никто никому не должен. Если вы считаете, опять-таки, себя равными людьми, со всеми другими расами, то вы добиваетесь так же, как и мы, белые люди. Всего, всех благ. То есть, вы работаете, платите налоги, берете там кредиты, покупаете квартиры, машины, вам просто так никто ничего не даст. Просто потому, что у вас другой цвет кожи. Почему? Да. Вы же не инвалиды ущербные. Я не рекомендую брать кредиты, если что. Нет, но большинство-то берет какие-то там вещи. Да. Буквально сегодня в группе обсуждалось, как взяли кредиты на пластическую операцию. Причем, все было плохо, там у мужа уже, значит, там фирма разваливалась, и взяли кредит на то, чтобы жене сделать грудь. И все довольны, главное. И муж доволен, ну как бы, почему нет, если все довольны. Приоритеты у всех разные. Да. Максима лицо такое в шоке просто. Да я, я просто за внутреннюю красоту. Но, все-таки нужно же отдать должность, что мы в первую очередь смотрим на внешность человека. И он может быть некрасивый, но он должен быть как минимум чистый, опрятный, ухоженный и корректный вид. То есть, не грязная, не порваная одежда. Все-таки. Да, да, да. Запах нормальный, да? Да, правильно. Но не вот эти, не силикон. Ну, да, конечно, это перебарщивать. Есть так, что делать красиво. Я вот когда в Ливане была, там одна из лучших пластических хирургий в мире, и там очень, я смотрю, очень красивые женщины, но и все друг на друга похожи. Ну, там классический вот этот шаблон, и всех их по этому шаблону делают. Но там это красиво, потому что там это специалисты, большие деньги, и все. И там это очень-очень. А здесь иногда посмотришь, девчонки, перебарщик. Все-таки мы об этом поговорим в других роликах, когда мы будем сегодня говорить об оккультизме еще, а сейчас вот к таллиннскому такси. Давай вернемся. Ну, вот, да, пошел. Эти афроэстонцы, такие особенные, недовольные ребята. Многие, да. Не все. Многие. Я думаю, что это у них обида, обида такая. Они здесь чувствуют себя чужими, на самом деле, да. Изолированными, и вот этот дефицит общения, потребности не удовлетворяется. И они здесь такие маргиналы. Но надо признать, что у нас вообще достаточная такая нетерпимость в стране присутствует. Мне рассказывали историю, как в компании Microsoft устроился, ну, знакомый, который там работает. А Microsoft сейчас, извини, скажу, самые высокие зарплаты в Эстонии. Это Microsoft. Ну, в общем, устроился парень армянин. До этого он работал в Москве. Армянин устроился. И первое, что он сталкивался в Эстонии, ну, естественно, черноволосый, ну, видно, что кавказец, ярко выраженный такой кавказец. Это когда он пришел снимать квартиру, причем в центре города, за хорошие деньги совсем. И когда его увидели, Хазина Резинова сказал, я вам не сдам квартиру. И все. Без объяснения. Он доработал полгода и сказал, что это самая такая страна нетерпимая, в которой я жил. Уехал в штаты работать, перевез их внутри компании в другой отдел. То есть это, да, присутствует у нас. Ничего с этим не сделать. Ну, я считаю, что это все-таки такая ментальность малого народа, который боится потерять свою идентичность. Но она здесь культивируется влиянием свыше, вот этой политикой, когда вот это все давят на мозги обывателю. Абсолютно. Если бы люди наверху отстаивали какие-то общечеловеческие ценности... Все бы расслабились. И жизнь была бы значительно лучше. Думали бы о людях, а не о языке. О том, как люди живут, о том, чтобы им было хорошо, чтобы взаимопонимание, дружба народов. Да, да, да. Потому что на самом деле вот я ехала с ребятами, они тоже темнокожие были, им по-русски говорили. Они до этого жили в Симферополе. Студенты. И говорят, слушайте, здесь, да, очень такой народ недружелюбный. Вот. Очень такие замечательные, душевные ребята. Как-то говорят, что просто вообще тяжело. Нам, говорят, здесь тяжело. Я понимаю, да, и, конечно... Вот. И ты можешь это, вот это понимание продемонстрировать им там, посочувствовать, да? И они, может быть, немножко оттают, оттают... Ну, я им, в принципе, объяснила, почему это происходит, что у нас здесь вот так. Это просто нужно принимать. Ну, плюс еще все-таки вы, ребята, в Симферополе, это же юг, да, там люди более такие открытые, душевные, более эмоциональные. Это вот как у нас была ситуация, там где-то Мустамяя, Ливны, афро... Африканцы, да, устроили у них какой-то там национальный праздник. И вот они там барабаны, шашлык, там что-то, ну, что-то они там не свинину, как в курису вам ужарили. И вот они там дын-ды-дын, у них праздник. Но никто из наших соседей не оценил этого. Вызвали полицию, а те искренне недоумевают. Ну, как так? Почему остальные не присоединяются, не веселятся, а смотрят на них с недовистью и еще снимают на камеру? Ну, потому что люди... Основная проблема-то в чем? Мы относимся к людям так, как будто они такой же опыт, такие же ощущения, такие же мнения имеют, как и мы. Мы думаем, что они так же думают, а они совершенно по-другому думают. У них совершенно другой опыт и все остальное. Наша интерпретация. Наша интерпретация для нас это дико, когда они там в один с ночи вышли в барабаны бить толпой. Боже мой, это же вообще для части населения это был шок, вообще, что происходит. Вот Антвепа, например, где я жил, там тоже довольно-таки снобистский такой. Город и люди, очень много снобов там и все прочее. Это даже, ну, вся Бельгия об этом знает. А иностранцам там тоже, тоже непросто. Но вот там проводят постоянно разные ярмарки такие. И вот палатки стоят и представители разных национальностей презентуют себя. Праздники в разных районах проводятся. Я любил бывать на таких праздниках, как раз то, о чем ты говоришь, и шашлачки там же, и ароматы и все. А во Франции я вот видел такую фотографию интересную. Во Франции женщина вышла с лозунгом на французском языке, который звучит так. «Иностранцы не оставляйте нас наедине с французами». Почему? Потому что приелись национализмом уже, а свои уже надоели. Потому что вот это, когда одна культура, уже люди просто не терпимо относятся. Поэтому разбавить это все другим субстратом национальным, другими традициями, эмоциями, темпераментом, отношением к людям, к жизни. Это новые краски, новые ощущения. возможность говорить на другом языке это, что новая личность, это обогащение культурное. Вот те эстоноземельцы, которые путешествуют, вот ты сказала про космополитизм эстоноземельцев, те, кто путешествует, они совершенно другие люди. Да, они, значит, она проще к всему относится. Настолько интересно. Вот я тут общался как-то с девушкой, она то ли дочка дипломата, то ли что-то там, вот что-то она про дипломатию говорила. Много путешествует, потому что настолько открытая, на разных языках говорит, по-русски говорит. Все. Так легко с ней. Ну, опять-таки, все-таки обогащает именно то, когда ты ездишь по разным странам, а когда в твой налаженный быт приходят, приезжают другие люди, это все-таки создает напряженность в обществе. Это факт. Потому что местным приходится двигаться в чем-то, какие-то такие неудобства и социальные, и эмоциональные, и все, потому что там другой уклад, и они пытаются этот уклад, они привыкли так жить, они пытаются переложить на новое место, а эти не хотят. С другой стороны, ты приехал на новое место, то есть, ну, ты выучить язык, ты одеваться здесь должен. У меня знакомая есть очень хорошая поэтесса, она выучила арабский язык, она, она бельгийка, голландка, голландка, переехала в Бельгию, она говорит по-голландски, выучила арабский язык, чтобы общаться, вот не ну и что, вот не ну и что, она выучила арабский, чтобы общаться с приезжими арабами, с культурными людьми, которые пишут поэзию на арабском и так далее, вот уровень культуры, ну, у нее просто возникла надобность, ей стало интересно, это не надобность, ей стало интересно, а интересы, это как раз и надобность, если мне что-то интересно, я и санкскрит выучу, потому что мне это интересно, для меня это жизненно важно, она поэтесса, естественно, ей интересно прочитать вот эти арабские поэзии в оригинале, да, потому что там совершенно другая немножко. И она пишет, конечно, и она уже пишет свои стихи на арабском языке, издала книгу, сборник стихов своих на арабском. Это круто. Это круто. И вот, знаешь, на кого мы ориентируемся, вот человек, который, мы все люди, мы все на этой планете, мы все объединены, и вот эти языки, народы, культуры, традиции, это возможности, а не препятствия, для нашего развития. Да, новый язык, это новые нейронные связи, это омолаживает организм, да, дает более гибкое мышление, и все в таком роде. Вообще, если взять, что мы все-таки приматы, да, а мы приматы, конечно, то основное, это в нашем социуме, да, это показать другим, что ты готов на дальнейшее, долгосрочное, альтруистическое сотрудничество. Вот когда ты это презентуешь вовне, то тогда ты становишься и лидером, и успешным человеком, и все остальное, потому что даже зарабатывая деньги, ты что-то делаешь, как альтруизм, да, то есть я соглашаюсь с вами сотрудничать из альтруистических побуждений, потому что у меня выбор огромный, с кем я могу сотрудничать, да, то есть тут всегда можно найти. Это прекрасно, то, что ты сказала, единственное, с чем бы я, чтобы я подкорректировал, даже если зарабатываешь, а что здесь плохого? Не, и эти деньги, ведь деньги, там у них много функций, да, давай вот энергия, во-первых, да, конечно. Это энергия, которая поддерживает пространство вообще в порядке. Если у тебя, вот оставь дом на полгода, на 10 лет без присмотра, все, он разрушится. У тебя дом, ты вкладываешь деньги туда, это определенная энергия. Если ты не вкладываешь в себя деньги, то тоже организм быстрее изнашивается, и все, да, ты видишь, как это все, 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 это энергия. Да, это понятно. И зарабатываешь потом, ты же чьи-то услуги покупаешь тоже. И вот этот круговорот, он идет. Это и важно, что человек должен понимать, что когда он зарабатывает, это как это, заработай сам, дай заработать другим. То есть покупай услуги. Другой вопрос, что ты можешь покупать услуги у своих друзей, знакомых, близких, таким образом поддерживая, вот как в арабских странах, ты приедешь, там люди уже живут в другом районе, но они поедут в район своего детства, в тот магазинчик, где покупала его еще бабушка, потому что там внук вот этого торговца, до сих пор торгует, и ты отовариваясь там на неделю, вот так вот всю машину забивая, ты помогаешь своим. И вот это вот такое вот, это тоже очень важно, тоже как-то от приматов идет. Так что, ну, от приматов ли, от приматов ли, приматы любят обмалывать. Ну, а тут опять-таки, если, если есть вопрос, чуть подешевле купить в большой, там, сетке, или поехать чуть подороже, там, в какой-нибудь колхозный магазинчик, как бы, часть людей выбирает подешевле, но ты потратился чуть больше, ну, ты купил, там, извините, яички из-под курочки, которая гуляла, а не сидела в этой клетке, думала, поскорее бы сдохнуть уже, да, ты купил нормальные, там, овощи, все остальное, пускай они не выглядят так перфектно, и огурцы не одного размера. Мне всегда поражало, как они выращивают огурцы одного размера. Вот они лежат, они все по линейке. Блин, как, ребята? Это вопрос качества жизни. Это вопрос качества жизни. Тут даже не качество жизни, а мышление. Ну, правильно, но это качество жизни тоже. Качество жизни, это что приводит? Мышление наше, позитивное мышление. но кто-то считает, что вата варится в той же самой, там, Максиме, Призме, Сильвере, это круто, а кто-то поедет или закажет, там, у своего, ну, какой-нибудь, с хуторяниной, он там привезет эту картошку, морковку, все остальное. Да, 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 качество жизни. Поэтому, это как и обращение к психологу. Ну, да. Тоже, многие бы хотели пойти, но вот, не то качество жизни у них, чтобы в нем было место психологу. Нет, многим даже в голову не приходят, они даже не могут себе принять то, что это может им помочь. потому что люди загнаны в такие ситуации, что зачастую идут по какие-нибудь там гадалкам и все в таком роде. Сказала гадалка. Нет, я просто могу сказать, что, почему я пошла в психологию, именно в профессиональную, потому что ко мне приходило большое количество людей, у которых нету никаких таких оккультных проблем. У них есть проблемы с психологией, ну, психологические проблемы. И все. А, как бы, помочь им, да, вот, на профессиональной основе, тогда я не могла. Поэтому, вот, я пошла отучиться и уже могу тогда им как-то помогать профессионально. Хотя, у меня был случай в такси, когда тоже, опять-таки, ситуация относиться к людям по-человечески. Подъезжаю, стоит парень, ну, такой здоровый, ну, явно выпивший и курит сигарету. Причем, выпивший так хорошо был. Ну, видимо, еще покурил как. Садится и видно, что он такой в агрессии. Он говорит, ну, что, вы-то меня повезете? Повезу. Я говорю, а почему такой вопрос? Ну, разговаривать человека, чтобы убрать экрессию. А он, значит, не бедный человек. Вызвал такси, Таллинг, премиум класс. Стоит, курит, ждет такси. тот подъехал, посмотрел, что он курит, развернулся, и тот говорит, подожди, я сейчас докурю, это сон, будешь мне тут с вами никотином дышать, развернулся, уехал. Тогда были, еще и жирные времена, пандемии не было, и Таллинг мог себе позволить такое хамство. Это вопрос, хамство ли это? Ну, вопрос в том, что... Потому что салон потом пропахнет. Вопрос, ты в такси работаешь, ты работаешь в такси. премиум класс. Приветы, проветри, пшикни, и поехал. Все, да. Человек платит, немаленькие деньги. Ладно. Я говорю, а что за праздник, что вы так как-то набрались впечатлений? Говорит, похороны отца. Вот тут вот как раз вопрос о том, что ты не знаешь, что было у человека полчаса назад, даже полчаса назад. То есть, а у него реально была такая проблема, что он не успел приехать, он там где-то за границей, чтобы увидеть отца живым. Он уже увидел его только на похороны. И у человека вот эта проблема, что я не попросил прощения. И мы просто, я выключила программу, и мы сидели с ним, и говорили, и говорили, и говорили, и говорили. Он мне, конечно, заплатил как за хорошую консультацию психолога. Вот. Очень благодарил, сказал, что я не знаю, что будет, если бы не вы, я, наверное, не знаю, сейчас что-то сделаю. Ну, все. И пошел. Просто вот ему нужно было проговориться, получить какие-то конкретные советы, ну, и плюс у меня это огромный опыт антропологический, когда я знаю все про царство мертвых с разных совершенно традиций, и когда я ему это рассказываю, что в принципе, да, хранят, девять дней не прошло, он еще здесь. иди вот на могилу и все там ему скажи. Просто один на один. Выплесни все это. Да он услышит. В этот момент он услышит. Это и по христианской традиции, и по всей традиции. Девять дней находится около тела, еще душа. И это ему так вот прямо, оно принесло ему такое облегчение, чтобы, ну, просто человек, просто поменялся. Все, спасибо, пошел. А вот этот подъехал, что, и курит еще тут, еще и выпивший. Да ну нафиг. Все, развернулся, уехал. И вот тут всегда, да, вот даже сейчас, вот были морозы, зима, едут выпившие люди. Причем вот этот, когда сидит, народ пьет дома, покупают-то так, чтобы второй раз в магазин не бежать, а допить сама-то. Вот они допивают. Потом вот эти тела, которые просто упали, потом ты будешь, идет и сидишь, ведь ждешь, зайдет он в подъезд или не зайдет. Потому что, если он сейчас не дошел, упал, то в принципе через пару часов замерз. А когда это 2-3 часа ночи, двурник выйдет через пару часов. И так, я девчонок, вот когда, вот молоденькие девчонки, тоже часто напевают, свои ты везешь и понимаешь, что так, сидишь, ждешь, пока до подъезда дошла. Хотя бы до подъезда. Потому что упала, еще куда-нибудь ее понесло. Нет, до подъезда. Тут буквально тоже мужчина. Он уже все, он уже подошел, он уже этот пятачок приложил. И вот так вот его раз. И я просто слышу, как он головой в асфальт. Думаю, боже мой, сейчас вот еще скорую вызывать придется. Нет, смотрю, уклемался, вылез, там пошел, открыл подъезд, зашел. Ну, пьяный, там свой бог считается, да, что могут падать, и таких серьезных травм не наносит, потому что они падают совершенно расслабленные. Вот, ну, думаю, ладно уже. У меня был случай, возвращался я, по-моему, с караоке, из караоке клуба. Летом, тепло, пешочком, иду, и смотрю, через дорогу ползет человек. Ползет. Знаешь? По перекрестку. Ползет. По перекрестку, правда, но все равно ползет, да. А машина ходит, и останавливается машина такая, и на эстонском, кричит ему. Да что кричать на пьяного? Это же премьер. Да, тут именно смысла нет. Да? Ну, это эмоции, с ним. вышел бы, помог бы, оттащил бы, дотащил бы до дома, ты на машине, эстон, а тот тоже эстонец оказался. Тот ему тоже сказал, куда ему идти. Эстонец, а он ничего сказать не может. мучит просто, да. Мучит, ну, ползет человек, да. Ну, вот мы взяли его, там, с товарищем, и довели до дома. Мы его взяли под ручки, подъехала полиция, вдруг. Ну, вызвал кто-то, мимо проезжал. Мимо проезжал. Мы хотели сдать его полиции. Не, 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 не. Не берут. Мы его, и мы его до дома, довели спокойно. Вот это как бы, вот это человеческое отношение, именно по-человечески. Вот буквально недавно тоже подъезжаю к остановке, на остановку вызывают, смотрю, там полицейские стоят, одинок такой под выпившек. Думаю, ну, понятно, полиция сейчас будет пытаться мне его посадить. Выхожу, и полицейске объясняю, что вы знаете, что по закону я имею право не брать выпившек. А недавно говорит, он говорит, что у него деньги есть, его просто нужно довести. Он не агрессивный, ничего, что можете. Я, значит, вышла с полицейской, а он боковой эту дверь открыл, и он вообще не видит ничего. Я не агрессивный, у меня деньги есть, довезите меня, пожалуйста, туда в салон что-то. Я загляну, и посмотрю, вроде, ну, навезу, ладно. Я говорю, ладно, давайте, покажи, деньги впереди, что ли? Ну, отвезла его, и вот там всю дорогу. Ой, спасибо, что вы меня взяли. Ну, по-русски говорил очень хорошо. И разговорчивый. И рассказал, как он в армии служил, и откуда у него, что, почему, и почему он вообще пьет так сильно, и вообще всю свою жизнь за 15 минут рассказал. А почему он так пьет сильно, и стоит? Ну, уже жизнь тяжелая. Жизнь тяжелая. Жизнь тяжелая. Жизнь тяжелая, да. И, в общем, да, вот тут, опять-таки, человеческое отношение. Вот просто. Девчонки. У эстонцев тяжелая жизнь. У всех тяжелая жизнь. У эстонцев, мне кажется, даже тяжелее, по причине того, что, ну, русские, как бы, ну, нас здесь 20 лет, или сколько это нам уже получается, 30 лет уже. 30 лет нам рассказывают, что мы здесь чужие, да, как с самым испоконим веком здесь жили. Ну, ладно. Мы здесь чужие, мы здесь не нужны, мы тут во всем виноваты, если бы не мы, тут все бы жили хорошо, да. Ну, ладно. Ну, как бы, мы ничего от правительства не ждем хорошего. Мы всего добиваемся сами, вопреки, да. А тут, вроде, ты голубая кровь, для тебя все это делается. Но живется как-то все равно очень плохо. Особенно, вот там, на кударах, в провинции, там вообще же просто ужас, что творится. И как-то вот мне кажется, что если бы я была вот эстонкой, мне бы было очень обидно, что тут только мне рассказывают, 30 лет, и все рассказывают, да, вот как-то картофельные очистки, как ели, так и еди. Ну, хотя нет, многие хорошо устроились, в общем, руководство больше. Ну, вот взять, допустим, у меня было два, два хороших приятеля, они отучились там в майнере, по-моему, где-то они, в общем, они хорошее образование получили, и стали работать в банке. И дошли до определенного уровня, и все, стеклянный потолок. Русские? Русские, да. Дальше, и не просто, в принципе, сказать, что дальше никак. Вот вы и так хорошо. Ну, это известно. И в конце концов, уехали. Нет, не уехали. Они там работали с ВИП-клиентами, и вот, по крайней мере, один, я точно знаю, что один из ВИП-клиентов пригласил к себе на работу, и, в общем, он очень хорошо там работает. То есть, он достиг определенных результатов. В общем, вот так вот. То есть, банк, а потом, в чем с пенсионной фонды падают? Да потому, что все специалисты разгоняются. Вот потому, что тот, кто реально что-то может, у того стеклянный потолок. Остальные, значит, не могут. Или уезжают тоже, потому что, вот эти у вас Васи, они везде. Вот это минус. Чем меньше страна, тем больше вот это вот, такое кумовство все-таки. Тут никуда не деться. И это огромнейший минус, потому что это профессионалы. Профессионалы просто уезжают. Уезжают. Да, да, да. Потому что здесь мало возможностей. Неквалифицированных. Вот это вот, по сути, вот такая, как это называется-то, когда создаются условия, такие тепличные. Да. А самое главное, вот наши паи упали, да, эти пенсионы, а никого не наказали за то, что они неправильно инвестировали. Ну, это нету. Как говорил Сталин, у каждой ошибки есть имя и фамилия. Да? Конечно. Вот была ошибка. Ребята, вы неправильно, это по люди потеряли, много денег в общей сложности. И сейчас вы удивляетесь, а что все свои пенсионные накопления забирают? Да потому что мы вам не верим. Потому что моей пенсии там останется ноль. И такие, ну, так сложилось, рынок упал. Ну, что ж такое-то? Рынок все спешит. Нет, ну, рынок вообще-то это и есть такое. То поднимается, то падает. Это естественные процессы. Для этого существуют аналитики, специальные программы, люди учатся и получают за это, извините, немаленькие деньги. То есть, деньги они получили, фонды мои профукали и все нормально. Окей. По поводу такси тоже. По поводу человеческого отношения. По поводу пьющих. Вообще, на самом деле, у нас очень пьющая страна. Вот очень. Потому что у меня было с чем сравнить. Я Новый год отмечала в России в прошлом году. И это была Москва. И на следующий день... Неужели в России пьют меньше? Я могу сказать, что я была в шоке. Это была Москва. Ну, Новый год мы отметили дома. Никуда... Ну, вышли во двор дома, постреляли. А на следующий день, 1 января, ну, обычно это перегар-перегар-перегар-перегар. Тверская. Там пол-Тверской было перекрыто, потому что там концерты, какие-то тусовки. Там, в общем, очень было все интересно. Ну, и, соответственно, количество людей, так как вот в метро в час пик. То есть, в одну сторону вот такой поток идет, и в другую сторону потом. По центру Тверской там, значит, вот эти все тусовки. Причем ты идешь так, что тебя просто несет, да? То есть, если ты хочешь свернуть, то тебе так нужно хорошо пробиться. Ну, и там гуляли, наверное, часов 5. За 5 часов, так как я человек курящий, да, то есть, я реально измучилась, потому что я не могла найти место, где покурить. И я увидела всего 2-х человек за 5 часов, которые покурили на улице. То есть, это была такая молодежь, парень с девчонкой. Ну, это некий такой протест там был, наверное, все-таки. Вот. А самое интересное, что мы потом с мужем еще это просто, я говорю, слушай, мне кажется, я за все время не почувствовала, не увидела ни одного пьяного, а там, ну, извините, тысячи людей были 5 часов по Тверской гулять, и ни одного вот запаха перегара. Хотя мы очень плотно с людьми расходились. И я, когда приехала домой, посмотреть, как Таллин провел Новый год, ну, все видели, да, вот так вот мусора по щиколотку, вот эти валяющиеся тела, ну, не в этом году, в прошлом году, вот если взять, там пусть и мисс любят галерею вот эту сделать. И я знаю, вот как летом, то есть ты в старый город въезжаешь в 4-5 утра, ну, это вот эти тела, которые сидят на бордюрах рядом с лужами, сами знают, что вы так вот за голову держите и понимаете, что ни один таксист их не возьмет в таком виде. И как-то до дома надо добираться. То есть просто, они даже вообще ничего не соображают. Вот это реально, вот очень тяжело на это смотреть. Потому что там даже вот просто по своим друзьям, знакомым и по родственникам, там нету такого, ну, давайте отметим, нажрёмся, да. Причём Ивановская область, да, такой не самый благополучный район в России. Ну, ладно, Москва, там, ну, как бы это отдельное, там Питер, Выборг, ну, Выборг, да, вот Выборг у меня много друзей, так под Выборгом, такой небольшой город. Ну, нет, там, да. Нет, да, то есть там, ну, как бы, ну, винишко попить. Причём они ещё так начинают там перебирать, ну, как бы Вы нам привезли, потом французского, итальянского. Я говорю, у Вас такой большой выбор, ну, эти, мы же попробуем, как бы, то есть нету такого, что напиться. Да, то есть снять стресс, это выпить бутылку вина максимум. И то это вот. А на Новый год, я говорю, что я была в шоке, в шоке была, что я не увидела вот этого всего. А самое было прикольное, мы поехали в парк, по-моему, Екатериевский какой-то, ну, не буду врать, мы поехали в парк. Там дворец, парк, всё, тоже январь, и там эти киоски, и там Глинфейн, там какие-то морсы горячие, чаи, там облепихиваются. И мы с детьми, нас толпа там народу родственников, и я, значит, подхожу, я спрашиваю, а Глинфейн у Вас алкогольный? Ну, потому что у нас алкогольный продаются, там безалкогольный будет написано отдельно, безалкогольный. Я смотрю, эта продавщица так на меня смотрит, как на придурочного, а сзади такой голос из очереди, девушка, ну, откуда вообще взялись? У нас в парках алкоголь, не пьют. И мне так стало стыдно. Я такая, я с Эстонии приехала, а у нас везде пьют. И ты прямо с таким осуждением, и всё-таки. Я не знаю, как безалкогольный, как Глинфейн взяла, такая, детей под вышку пошла. Вот так вот. Ты говоришь, что вот молоденькие девочки напиваются? Напиваются много таких? Очень много, да. Это вот история, конечно, это смешно, если бы не было так грустно. Они что-то рассказывают о себе? Почему? Нет, когда везёшь обратно, то там уже в аутсе. То есть, там это просто тело, хорошо, если оно не это. Две истории, просто такие характеризующие. садятся девчонки, ещё только ехать в ночной клуб. И вот это вот, ну вот эти волосы такие, там ногти, ресницы, вот это вот всё вот такие. И одна сразу садится вперёд, опускает стекло, поворачивается ко мне и говорит, я плюю. Я говорю, такая хорошая заявка. Я говорю, прямо сейчас? Он такой, нет, меня укачивает. Я такая, понятно. Ну, думаю, ладно. Я говорю, если что, то вы, говорите, мы будем останавливаться. А если совсем плохо, то забор лучше сразу, потому что в салоне там всё плохо. Вот, значит, садятся сзади ещё три. И вот мы от Мустамея ехали до, ну, с Голливуда, да, до центра. Останавливаюсь три раза. Причём это было стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Она так выходила, вот так. Поворачиваюсь к подруге и говорю, подержи волосы. Значит, подруга ей держала вот эти длиннючие волосы. Независимо от того, где я им останавливаюсь. То есть там была остановка около Кристины Кискуса, прямо на остановке я остановилась, то есть она отошла в сторону и поехали дальше. Потом, конечно, мне там признавались долго в любви, потому что мы понимаем, что никто не... А самое смешное было, когда эти две выходили, эти две сзади, а то поехали уже этих там держать нафиг, вообще поехали отсюда. Я такая, девушки, настоящая женская дружба. В общем, да, было забавно. А ещё была такая, Хилтон, пол первого дня, садится деваха. Я смотрю, в Юрии ехать. Улица и номер дома. Ну, ладно, хорошо. Садится, и так, и всё. Ну, там достаточно далеко в Юрии ехать, мы приезжаем в Юрии, а там ещё дом, и прямо такая, улица и номер дома, прямо вот около окна. Я так, уже аккуратно, говорю, девушка, приехали. Она такая, смотрит, они приехали. Я говорю, у вас улица такая-то, угу, дом такой-то, угу. Я говорю, приехали. Он смотрит, а город, говорит, какой. Я говорю, Юрия, а мне в Пяску ладат. Я говорю, девушка, ну, вы сами же адрес набираете в программу, я же не могу ничего придумать. Она такая смотрит, ну, да, можете отвезти меня домой. А у неё наличка. Я говорю, вам денег хватит? Она говорит, хватит. Ну, мы, конечно, ездили долго, там тоже, совершенно другая сторона, там, вот, и приехали, денег у них, конечно, не хватило. а там частный дом, она пошла в дом, а там муж стоит. Позер. Я так думаю, так ждать, не ждать, потом думаю, нет, подожду, мало ли сейчас начнутся какие-то разборки, может, еще полицию вызывать. Ну, как бы, если просто разборки, то ладно, но я знаю, что бывают такие достаточно агрессивные, вот, ну, там, что-то поорали-поорали, минут через 15 она вынесла мне оставшуюся сумму, в общем, сказала спасибо большое, что вы меня домой привезли. то есть, да, на самом деле, очень много, которые вот так вот... Ну, главное, что она домой приехала. приехала, да, то есть, маму другой таксист мог бы сказать, все, пошла в горе, иди там уже. А муж там, муж там. Ой, ну, там, да. Наверное, в глубине души он был счастлив, что хотя бы в таком состоянии, но жена вернулась. Ну, я не знаю вообще, что вообще там у него творилось. Судя по виду, он не был счастлив вообще никак. Он так смотрел, что даже я почувствовала себя виноватой, так и не понимала, о чем. Вот. А таких историй, конечно, да, забавных. Это вот коллега рассказывал, райвал. Такой дом с такой подъездной дорожкой. И смотрит на личико ехать в Толянь. И, значит, садится деваха, говорит, такая еще своеобразная внешность, все на Ксению Собчак чем-то похоже. Садится, падает туда. Вот она просто открыла дверь, туда бук, и все. Такой смотрит на личико, такой думает, интересно, как я с нее деньги-то стрясу с этого тела. И, говорит, выходит такой парень, значит, в трусах, халате такой, двадцатку засовывают в этот стекло, такой говорит, отвезите домой. Лошадка устала. И вот это вот такое состояние. Да, конечно, это звучит смешно, но с другой стороны, это на самом деле очень печально, потому что женщины, девушки, молодые, доводятся до такого состояния. Это совершенно обесценивание женщины. Совершенно обесценивание женщин. Обесценивание сексов вообще, в принципе. То есть, я давно не была в ночных клубах, и тут как-то мы еще до пандемии, в феврале, соответственно, уже позапрошлого, что ли, года, какой вообще кошмар, прошлого года, пошли с девчонками потанцевать. Ну, я вам какое-то, не буду говорить, название, в общем. Да, музыка отличная, народу было немного, мы там взяли книжка, поплясали, и в курилке, значит, там кто-то, какой-то мужчина подошел там. Мы просто поговорили ни о чем, о природе, о погоде. У меня не было каких-то вызывающих платьев, да, то есть, у меня было достаточно закрытое, что-то, эти штаны, ну, ладно, штаны в обтяжку были, не спорю. Ну, как сейчас это, так все ходят. Вот. И я, значит, после курилки я захожу в туалет, и он такой за мной, а там туалетные комнаты, именно, что там нету, я уже, а там именно комната такая, и, в общем, там заходишь, без разницы, мужчина, женщина, ты изнутри закрываешь. И я так смотрю на него, и говорю, а вы куда? А он такой смотрит, говорит, а я думала, у нас что-то произойдет. Я говорю, я честно сюда только пописать, говорю, я в таком шоке была. Я по той подруге подхожу, и говорю, что теперь это так? Я просто давно не была. То есть, настолько обесценивается это все, что, ну, я, честно говоря, в шоке. Причем, я уверена, что я никоим образом не давала никаких намеков на такую возможность, что мы сейчас пойдем туда. Я даже не говорила, что я сейчас уйду туда. То есть, для меня это был шок, на самом деле, вот реальный. А потом, когда я уже стала анализировать, я понимаю, что вот эта доступность, вот это вот состояние, в принципе, как бы невозможности вообще анализировать после такого количества алкоголя, вообще что происходит, соответственно, обесценивает и женщину, и секс, и все остальное. То есть, вот это вот отношение здесь местных мужчин к местным женщинам, оно вот основывается на том, что они видят в ночных клубах, в дискотеках, еще где-то. Ну, опять-таки, кто ходит туда. Ну, и женщины, сами, она так, так себя ведут и позволяют с другой стороны, это опять-таки говорит о том, что они не ощущают свою ценность, а это должно из семьи идти. Конечно. Когда она не видит вот этого отношения отца к матери, соответственно, она и не чувствует себя тоже какой-то ценной, да, это, это, ужасно. Это очень неприятно, да, все это смотреть. Да. Хотя у меня был случай, когда, ну, там девочка, конечно, была трезвая, и она была... Когда было приятно. Да, она была очень умненькая такая, да, то есть она что-то, она что-то села, она была расстроена. И что-то она сказала. У нас поездка длилась 15 минут, и меня что-то переклинило. Ну, как-то она срезонировала со мной. Я ей стала объяснять то, что, ну, не надо относиться к людям, как будто ты сам, потому что у них совершенно другое восприятие жизни. Самое главное наше разочарование в жизни, это неоправданные ожидания, а ждем мы как будто так. Мы бы на их месте поступили так, но мы не на их месте, на том месте совершенно другой человек. И я как-то ей на 15 минут такую лекцию прочитала, что, когда она выходила, она говорит, спасибо большое, вы знаете, вы прямо изменили мое мировоззрение. Я говорю, теперь буду вот смотреть на эту ситуацию вот именно так. То есть это было настолько искренние слова, что я прямо думаю, ну, здорово, что я вот как-то вот так вот помогла человеку, просто открыла еще одну грань мира. Ну, это здорово, да? приятно. конечно, конечно. Молодец, прекрасно. Вот такие, такие, такие у нас, такие у нас таксисты замечательные в Таллине. Ну, мало таких, наверное, я думаю, ты одна такая, да? Ой, да нет, на самом деле у нас есть такие разные ребята, у нас там есть один такой Евгений, боже мой, когда он пишет в нашем чате, я говорю, ты вообще, ты понимаешь, ты должен быть литературным критиком, потому что он настолько опишет ситуацию, что с ним произошло, что ты читаешь и думаешь, что это можно создать в Фейсбуке отдельный пост, который соберет 500 тысяч лайков, потому что это настолько вкусный язык сам по себе, он и говорит так же, ну, если он говорит, у него такой тембр голоса очень такой своеобразный, что-то звучит с его усмешно, а в тексте это вообще безумно интересно. Совершенно разные ребята, каждый со своей какой-то историей, ну, такси в основном такие интересные люди работают, но опять-таки там нужно иметь какой-то стержень, чтобы там работать, я так считаю, потому что ты оказываешься в разных ситуациях, один на один с ситуацией, и у тебя не всегда бывает, кого позвать на помощь, и та же самая полиция приедет через 5 минут, потому что им нужно доехать до тебя, и ты, оказываясь в этой ситуации, должен принять решение, а принять решение это еще понести ответственность за свое решение, и зачастую эти, ну, как бы, идет на секунды вообще отчет времени, ты должен быстро среагировать, принять решение и как-то разрулить ситуацию, потому что там бывают и аварийные ситуации, и какие-то агрессии, еще что-то, бывает, что ты, ну, на месте аварии оказываешься, вот у нас, допустим, было, что парень просто успел затормозить. Он сначала решил, что это пакет, вот этот вот, черный, целлофановый, это мужчина лежал на дороге. Ну, то есть, вот этот момент реакции, затормозить, не затормозить, то есть, пакет, не пакет. И говорит, хорошо, я затормозил, подошел, увидел, что это мужчина окрестится, не видела, фарами было, что это. Он так лежал, вот, как бы, в позе эмбриона, что видно было только спина, это куртка, она отцвет дала, как пакет мусорный. И вызвал и скорую, и полицию, пощупал, жив-не-жив, то есть, вот так. Так что тут, да, очень такая интересная профессия. Ха-ха-ха.